Книга «Открытым оком», 3-й том, вопрос, 1144-й, тема «Работа». Многие знают, что в воскресенье работать грех. Так говорят и безбожники. Не бывает ли порой так, что мы в этот день согрешаем своим бездействием? Ибо мерзок пред Господом – покой телесный, святой Варсофоний. Да и сам Спаситель говорил фарисеям, которые упрекали его за нарушение субботы. Он же говорил «Можно в субботу делать добро». А сейчас многие этого не понимают и уподобляются тем фарисеям, обвиняют тех, кого видят работающими воскресенье. Как вы смотрите на этот вопрос? Если я ошибаюсь, то объясните, покажите, где написано, что в воскресенье работать грех. Может, есть правила какие? Или может, то, что раньше говорилось о субботе, ныне касается воскресенья? Этот же вопрос касается и религиозных праздников. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ветхозаветная суббота в переводе с еврейского означает «покой». И была образом того покоя, какой мы получили воскресенье Иисуса Христа. Господь наш есть Богочеловек. Своею душою после распятия Он сошел в преисподние места земли и там трудился, проповедовал. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. 1 Петра 3, 17-20. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, Быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, Сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению. Водниное во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Откровение 21, 5. И сказал сидящий на престоле, «Се, творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Евреям 10, 1. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. О том, что в воскресенье будет Днем Радости, Господь предупредил Своих учеников. Иоанна 16, 21. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. В воскресенье Иисуса Христа дарует новую жизнь. Иоанна 16, 20. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Слово «праздник» в русском переводе означает «свободный», «праздный», «незанятый». «Незанятый чем». Относительно субботы было сказано, «этот день должен быть посвящен Богу». Исайя 58, 13. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу от радою святым днем Господним, честуемым и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить». Псалом 117, 24, 27. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воный. О, Господи, спаси же! О, Господи, спешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господне! Бог Господь и осиял нас! «Вяжите ветвями жертву, ведите к рогам жертвенника!» Из вышеуказанных мест ясно, что Господь в субботу проповедовал, трудился, давая нам пример, и почил от дел своих, окончив дело спасения в день воскресный, когда он восстал из мертвых. При первоначальном творении мира «Бог почил в день седьмой» Бытие 2, 3. «И благословил Бог в седьмой день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». При творении нового мира он почил в первый день после воскресения из мертвых, этим самым положив основание празднованию воскресения Дня Господня. Сегодня неправильно называют праздниками христианской церкви все памятные даты, потому что праздниками являются воскресные дни и двунадесятые праздники. День Петра и Павла, покров, праздниками не являются, хотя церковь и выделяет их особо. Во все дни священных собраний евреи должны были прекращать свои обычные работы. Исход 12, 16. «И в первый день добудет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому одно то можно делать вам». Левита, 23, 21. «И созывайте народ в сей день. Священное собрание добудет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши». Цель этих праздников заключалась не только в том, чтобы оживлять и сохранять сознание единства народа, но также поддерживать духовную жизнь в народе, давать возможность к более живому общению между отдельными коленами и особенно поддерживать в народе чувство ожидания Мессии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...